Всем привет! Записываю внеплановое видео, чтобы прояснить некоторые моменты и адресовать комментарии под моим последним видео. Почему я это считаю важным сделать отдельным видео? Потому что я замечаю, что мои взгляды, моя позиция до сих пор подвергается разным нападкам, на мой взгляд, несправедливым. Поэтому я считаю, надо их отдельно вот сейчас так вынести. И важно очертить развитие канала, потому что тут происходит конфликт. Давайте, во-первых, еще раз я заявлю свою позицию четко и ясно, чтобы уже не было никаких искажений. Я против войны в Украине. Я считаю, что Россия тут 100% не права. Мягко говоря, что это ужас, то, что происходит сейчас. И что болит больше всего, что эта война происходит до сих пор. Каждый божий день гибнут люди. И в данном случае, видите, мне тяжело вербально донести мысли, потому что здесь уже эмоции выходят на первый план. И что, кстати, очень сейчас болит, особенно последний месяц, то, что война затягивается. И понимаешь, что это может растягиваться еще больше. Что интерес падает. Там посмотреть графики. Война в Украине, запросы были на пике. Вот в конце февраля, начале марта. А затем пик падает. Интерес падает. Уже не хайп. Уже Европа меньше помогает. Уже не так интересно. Уже это как данность, да, в Украине война. И это очень плохо. Поэтому надо не забывать, что каждый день, пока я даже я просто записываю это видео, многие люди перетерпевают ужасы. Без воды, без электричества, без еды. Или даже умирают, ранения получают. Поэтому, чтобы я здесь на канале не рассказывала, не улыбалась бы, не вела себя так, и я так, работая на камеру. Тем не менее, мы должны понимать, что камера, блогер — это одно. Жизнь настоящая — это, конечно, сложнее все. И я особо на камеру, кстати, играть, по-моему, не умею. Но я стараюсь нести позитив, потому что если зацикливаться только на негативе, а его и так хватает, то что с нами со всеми будет? Будет сложно, так сложно. Ну окей. Так, этот момент просто я еще раз хотела очертить, чтобы не было никаких-то недомолвок, что я поддерживаю Россию. Нет, я Россию не поддерживаю, мягко говоря. Было другое обвинение. Было обвинение в том, что я поддерживаю или как-то даже помогаю геноцид украинского народа. Ну, поверьте, я бы это и пропустила, насколько нелепо это заявление, насколько нелепым это заявление является. Но я его здесь адресую, потому что это важно. А почему важно? Я вещаю на русском языке. Это один из тех моментов, которые, я заметила, вводят патриотов Украины в такое недопонимание. Почему-то я украинка на исполнике всеукраинской мовы, я разговляю мовою орки и так и инше. Потому что, видите, у меня два родных языка. Но так получилось, что это не только украинский, это украинский, я бы даже сказала, не как первый все-таки, а как второй. Потому что семья у меня русскоязычная. Я ходила в русскоязычную школу. У меня университет был де-факто на русском. Поэтому уж извините, я использую тот язык, на котором мне проще свои мысли излагать. Да, и на русском мне тоже сложно, и на английском мне сложно. У меня вообще проблемы с языками, мне очень сложно выражать свои мысли, на каком бы то ни было. Поэтому, ну, так уж получилось. Я думаю, за кого-то гнобить не стоит. Я украинский язык люблю, красиво звучит, очень богатый язык. Если со мной говорят на украинском, я стараюсь перейти, конечно, на этот язык. Но я никак не делю людей. И зато на каком языке не говорят. Ладно, момент языка, наверное, не настолько важен. Что важно для канала? Что важно, почему я это видео, собственно, записываю? Сейчас я в такой ситуации, что если я делюсь информацией, которую я знаю, которую с собственного опыта я прошла, которую я хочу делиться, я становлюсь врагом народа. Потому что я косвенно помогаю русским. Но тут очень важно этот момент отрисовать. Я много путешествовала. Если вы на моем канале не первый раз, вы видите, что видео разного плана. Да, здесь фриланс, удаленная работа, окей. Это основная такая тема, с которой начинался канал. Потому что мне хотелось поделиться этой информацией важной, как мне кажется, конкретной, что и как делать, чтобы помочь людям зарабатывать. Но я также и делилась, и делюсь информацией о мире, о Канаде, в частности, сейчас. Потому что я здесь. У меня там есть видео и про другие страны. И у меня есть видео, еще когда канал начинался, я все равно немножечко записывала про то, где лучше, на мой взгляд, жить дешевле. То, что я прошла, то, что мне интересно. И сейчас, к примеру, мне хочется записывать видео, которое я уже давно планировала. Еще даже до войны у меня были мысли о том, допустим, куда можно переехать как фрилансер и работать удаленно, платить меньше налоги, где там или климат лучше, или стоимость проживания ниже. В общем, более благоприятная атмосфера для удаленного работника или для фрилансера. А теперь меня обвиняют, что я не могу записать это видео, потому что я там кому-то помогаю. Вот здесь очень важно этот момент еще раз прояснить. Я буду записывать видео, которые мне интересны, которые я считаю важными. И я думаю, есть люди, которые тоже эту информацию находят важным, и которым эта информация поможет сделать их жизнь лучше. И я не ставлю какие-то рамки для этого по паспорту, например. Я считаю, что мое видео тем 99% русских, ну или я не знаю сколько, у которых промытые мозги, оно им не поможет, оно им не надо. И даже если они его посмотрят, они или ничего не поймут, потому что они живут в своей коробочке, или ничего не сделают, никакие действия не предпримут. Они так и будут сидеть в своей России. Я же никого не призываю, ничего делать, никуда уезжать. Если кому-то там хорошо, каким-то образом, и мне тяжело судить, я в России не живу, окей. Но я считаю, что если у человека есть желание учиться, работать, приносить ценность, расти как профессионал, и есть более благоприятные климаты для этого, не в плане климата банально, а экономика страны лучше, возможности лучше, начинать стартапом, начинать свой бизнес, где-то там в Эстонии или в Таиланде. Пусть человек едет и улучшает свою жизнь, даже если у него русский паспорт. Потому что человек, который такой шаг припримет, уже говорит о том, что человек готов рисковать, готов вложить силы, труд. И что мы теперь должны всех таких людей сразу отметать? Поверьте, я понимаю, что, это моё мнение, что большинство населения России, большинство, они зомби. Ну у них вот так получилось. Виноваты они в этом, не виноваты. Им промыли мозг и промывали. И сейчас у них свои реалии. Они, возможно, не понимают до конца, но они за это платят высокую цену. Но не все же такие. Также и в Украине. Я понимаю, что сейчас у нас такое представление об Украине, что это страна самых лучших людей, самого лучшего всего. И хочется в это верить. И мне, как украинке, хочется об этом сказать. Но в то же время я человек уже мира. Мне хочется в это верить. Поэтому я на это смотрю уже не через такую призму розовую. Я понимаю, что в Украине тоже были и есть проблемы. Что ни коррупция никуда не ушла. Что президент у нас сейчас вроде да, как замечательно играет свою роль. Он же всё-таки у нас актёр. Окей. Но не будем забывать, что было до этого. Не будем забывать, как все были недовольны. И повышением налогов. И тем, что не могли даже просто платить коммунальные счета нормально люди. А его предшественник. А Янукович. Его выбирали. Бывший зэк. Ну, к примеру. Я не хочу в политику вдаваться. Просто я не хочу романтизировать тоже. Говорит, что всё замечательно. Просто украинцы. Давайте. Только они молодцы. Они сейчас, конечно, сражаются за свою свободу. За свою демократию. И это достойно огромного уважения, как минимум. А вообще желательно конкретной помощи помогать. Но я не буду приходить только на украинскую мову, чтобы меня не понимали какие-то орки. Я этого делать не буду. Я буду, как я этого делала. И как я обожаю делать. Это. Спілкуваться с теми мовами, на которой мне легче. Видите, на которой мне проще. Ну, в чём моя тут вина? Окей, я что-то очень такая стала эмоциональная. Просто я тут многое говорю. А смысл весь сводится к тому, что если вам не нравится мой канал, не нравится моя персона, не нравится, что я там кому-то как-то помогаю, не надо меня смотреть. Не надо мне плевать. Не надо вот эту желчь выплёскивать в комментариях. Политика, она такая. Она всегда людей в розни разводит. Всегда влияет на наше состояние. Никогда это не всё просто гладко. Это всегда очень шершаво, а то и остро. Так всегда было и будет. Всегда будут разногласия. И семьи будут распадаться. В общем, катаклизмы разные в обществе будут. Но без этого никак. Так, это часть, которую надо принять. Я уже, видите, забываюсь. Просто какое-то видео получается несладно. Потому что я решила его записать с одного дубля. Как будет, так и будет. Так вот, как я, кстати, я себе записывала видео с одного дубля, не вырезала, где я долго что-то там отхожу влево-вправо, то у меня были бы вот такие видео. Обычно я просто вот ухожу, бывает, и так обрезала, вернулась к семье. Здесь я ничего не обрезаю. Да, поэтому я продолжаю говорить о том, о чём я хочу говорить на канале. Я стараюсь держать его аполитичным. Но в это время нельзя. Нельзя быть аполитичным. Быть аполитичным — это быть предателем своей позиции, своей веры, какой бы там она у вас ни была. Я считаю, что сейчас не время молчать. И я молчать и не могу, и я не молчу. И я стараюсь держать канала аполитичным. Тем не менее, сейчас, конечно, это невозможно. Но давайте всё-таки будем открытыми. Давайте становиться людьми мира. Давайте видеть немножечко больше, чем в таких рамках, которые нам вещают. Там не только Россия вещает своим, но и украинская медиа вещает украинцам. Давайте всё-таки, если у вас ценности, что вам хочется развиваться как личность, вам хочется учить языки, вам хочется путешествовать, вам хочется обогащать свой внутренний мир, тогда, пожалуйста, как говорится, добро пожаловать на мой канал. Мне хочется, чтобы у вас была возможность узнать, что ты такого же человека, как вы. Поверьте, у меня нет никаких особых даров или даже вербальной речи. У меня, видите, хромает. Мне тяжело свои мысли высказывать на русском, украинском, английском языках. Но тем не менее, я стараюсь. И мне хочется делиться своим опытом, опытом путешествий, опытом работы. Потому что то, о чём я рассказываю на канале, это всё, через что я прошла. Я там, не знаете, не пишу сценарии, или мне никто их не пишет, на тему, о которой бы я не знала, что говорить. Я говорю то, что знаю. Возможно, с ошибками. Возможно, говорю не совсем профессионально. А потому что я одна из вас. Я не какая-то там девушка, которую бы дали листочек и сказали, вот это говори, это не говори. Я в пару что-то и ляпну. За что потом, возможно, мне будет стыдно. Возможно, я через год посмотрю это видео и буду ома, мадре, миа. Как я могла такое сказать? Взгляды меняются. Хотя в данном случае, я думаю, мои взгляды не изменятся. В том плане, что тут в данном случае это всё очень чётко, что Россия развязала войну, Россия виновата. Не будем забывать, что Европа, Запад тоже виноваты. В общем, тут всё ясно. Тут вроде как раз нет, мне особо не за что будет, кроме каких-то огрехов в речи. Да, ну, в общем, записала такое видео. Если вы до сих пор его смотрите, значит, я уж не знаю даже, что это может значить. Просто я тут ничего такого интересного, полезного не сказала. Ну, в общем, так, подвожу итог. Я записываю те видео, которые считаю важным и полезным не только кому-то, не только украинцам, не только русским. Да хоть любому человеку на этой планете, если он меня смотрит, если проявил интерес к этой теме, значит, возможно, ему это интересно. Хочется из-за того что-то для себя взять и затем улучшить своё настоящее. Я буду только этому рада. Как я говорю, я не беспокоюсь о том, что я там помогаю каким-то врагам народа. Я думаю, я не помогаю, у меня не такая большая аудитория, у меня не такое большое влияние, не такая там сильная харизма, чтобы убеждать кого-то делать что-то и менять свою жизнь. Нет, я делюсь, я думаю, тем, кому это интересно, кому это важно, те услышат. Те, кому нет, ну, пожалуйста, поплюйте в другом месте, не в секции комментариев под моими видео, окей? Спасибо за просмотр, закругляюсь, потому что я, на самом деле, могу очень долго говорить, а надо работать. Окей, всё. Спасибо за просмотр. И если вы тут остаётесь, значит, да, до новых встреч, в новых видео.